Всем привет! Для того, чтобы дальше разрабатывать приложение, нам нужно еще две важные вещи в нем сделать, а именно конфигурация и логирование. Для того, чтобы конфигурировать, будем использовать модуль nconf. Ведь совсем не дело, когда в приложении прописывается порт 3000. В дальнейшем нам понадобится соединение к базе данных, указывать и так далее. Соответственно, я ставлю nconf. И вот так вот я могу посмотреть документацию. Этот nconf я могу конфигурировать. То есть подключаю и дальше говорю, откуда этому модулю читать конфигурацию. Вот такая строка означает просчитать конфигурацию из командной строки, из переменных окружения и из файла. Давайте я сейчас это сделаю. Создам я директорию config. В этой директории создам индекс.js и в ней подключу nconf. Затем скопирую прямо вот отсюда. Вот конфигурация. Только файл будет config.json из текущей директории. Такого недостаточно, мне нужно указать путь path join. Здесь я что в первом конфиге напишу? Ну, напишу, скажем, порт 3000. Теперь подключаю сюда мой модуль config. И мне нужно немножко изменить конфигурацию запуска. Чтобы оно находило модуль config, мне нужно добавить notepath. Чтобы в текущей директории тоже искало модули. Итак, я беру config и дальше config.getport. И здесь. Ну что же, давайте проверим, оно вообще работает. Не особо. Почему? Да потому что я забыл сделать модуль export. Вот, теперь нормально. Следующее, что мне надо сделать, это поставить логгер. npm install winston. Я буду использовать свою обертку над winston. Для того, чтобы было куда ее положить, я сделаю директору libs. В libs я буду класть те модули и файлы, которые вроде как никуда особо не попадают, но куда-то их положить-то нужно. Да в данном случае, логгирование это файл log.js, который как раз будет в этой директории, потому что, ну куда его еще? Не в корневую же. В корневой только самые главные файлы. Вот пример такой обертки. Я получаю окружение. Раньше мы использовали app.env. Вот так вот. В принципе, я мог бы в логгере тоже попробовать обратиться к нему, но в файле log.js у нас аппа нету. Можно было подключить как модуль апп вот сюда, но как-то это уже не очень правильно, апп все-таки самый главный файл. Подключать его только ради переменной окружения одной не имеет смысла. Поэтому в файле log.js я буду брать окружение не отсюда, а напрямую вот отсюда. Чтобы это работало, я добавлю сюда node.env. Что делает эта обертка? Она делает очень простую вещь. Она, если кто-то подключает логгер, например, вот так вот, var.log равно require.libs.log.module. То функция вот эта getLogger берет модуль и генерирует для него специальный объект логгера. В нем может быть какие-то транспорты включены, какие-то отключены, стоит правильный уровень логгирования и так далее. Здесь может быть очень гибкое условие относительно того, что и как логгируется. Ну, для простоты, здесь всем почти одинаковый логгер ставится, единственная разница метка. Давайте посмотрим, что это такое, как оно будет работать. Я беру этот логгер и вместо console.log делаю log.info. Вот так вот запускаю. Вот что у меня получилось. То есть логгер выводит у меня, во-первых, все разными цветами, во-вторых, он, если development, то выводит debug уровень и выше, а если, соответственно, production или testing, скажем, тогда error. В данном случае development, поэтому мы все видим. Кроме того, у этого логгера есть метка. Видите, вот это. То есть из какого файла вообще пришла эта запись? Бывает иногда очень интересно узнать. Соответственно, я беру модуль file name и получаю два последних элемента пути. Теперь время двигаться дальше. Мы займемся тем, что выведем нормальную, наконец, html страницу. Вот у нас тут какие-то middleware. Мы их порежем. И возьмем middleware, которые у нас были встроены в express. Нам отсюда нужны настроечки вот эти. Это настройки для системы шаблонизации, что шаблоны у нас будут здесь. Переименую-ка я эту директорию. Мне просто привычнее. Вот так вот. И движок для шаблонов у нас будет EGS. Вместо EGS может быть какая-то другая система шаблонизации. Их достаточно много. Что тут еще? Порт. Порт я вообще отсюда уберу, потому что порт в app писать совершенно нет смысла. Мы сделали нормальный конфиг. Из конфига будем брать эту настройку. Дальше. Вот возьму я эти middleware и скопирую. Что у нас тут хорошего? Favicon. Favicon это все коннетовские middleware. Он смотрит и если URL имеет вид вот такой, то он читает Favicon и выдает, а иначе передает управление дальше. Logger выводит запись о том, что у нас за запрос пришел. Например, если я это сейчас запущу. Ну-ка. Надо же как-то работает. Перехожу вот сюда. Ну вот Logger что-то вывел. То есть это обычный HTTP log запросов. Dev это формат логирования. Есть другие форматы, например, Default. Где посмотреть различные форматы? Конечно же в документации. Connect, Logger. И здесь различные варианты встроенных форматов. Различные токены, которые можно использовать. И такая забавная настройка есть, когда писать в log. Обычно он пишет в log по окончанию запроса. Но можно указать immediate true, и он будет писать log в самом начале. То есть разница какая, если говорить по коду. Если тут будет установлена опция immediate, тогда Logger будет писать в log, а потом через next передавать управление следующим middleware. Это такой самый очевидный поток управления. Но по умолчанию происходит несколько другая вещь. По умолчанию Logger перезаписывает res.end на свою функцию, которая при вызове пишет в log. Из-за этого выходит, что если мы логируем вот таким способом, без флага immediate, то есть как обычно делают, то если в log ничего нету, то это совсем не значит, что запроса не было. Стоит иметь это в виду. Вполне возможно запрос на самом деле был. И например запрос подвис, потому что его там не обработало нода никак. Соответственно в log будет все попадать только по окончанию запроса. Это очень важно. Дальше. BodyParser. BodyParser занимается тем, что считывает формы, которые присланы методом post, считывает JSON данные, которые присланы этим методом, то есть разбирает тело запроса. Как мы помним, данные, переданные через post, и аналогичные методы считываются при помощи потоков. Это такое асинхронное действие. Считали, еще считали, еще считали. BodyParser все это берет на себя, полностью считывает post. Если это JSON, то есть контент-тайп правильный, тогда он его парсит, и данные становятся доступны в rec.body в соответствующих свойствах. И после того, как он полностью пост просчитал, этот middleware передает управление дальше через next. Метод override нам не нужен. CookieParser тоже парсит, но не body, а cookie. То есть есть всякие заголовки, rec.headers. Оно берет их, разбирает, точнее, разбирает один из них, cookie, и делает соответствующие свойства объекта cookies. Достаточно удобно. Здесь можно указать необязательный ключ, которым cookie будут подписываться. Сейчас нам эта подпись не нужна, мы поговорим о ней позже, когда будем сессии разбирать. Вот так. Просто разобрать cookie, сделать свойства. Сессии нам пока тоже не нужны. И роутер. Роутер позволяет удобным образом говорить, какие запросы будут как обработаны. Например, app.get. При get-запросе на такую URL мы хотим вызвать функцию, которая получит rec.res.next и которая, например, делает так. Пока что. Соответственно, вместо get может быть пост. Другие методы есть, типа delete, put и так далее. Ну, мы оставим get. Кроме того, в роутах, то есть вот в этом middleware, есть еще дополнительные возможности, можно передать параметры и так далее. Тоже позже. Последний middleware. Это статика. Обычно выдачей статики занимаются другие сервера, не Node.js. Но Node.js тоже может это делать. То есть, если никакие middleware отсюда запрос не обработали, тогда управление передается этому middleware, и он смотрит, если в директории public, то есть вот здесь, соответствующий файл. Ну, по умолчанию тут вот директории сгенерированы. Чуть-чуть их переименую. Что же, давайте посмотрим. Запускаю. Ну вот, работает. В лог все записано. Отлично. Ну и напоследок, вместо такого простого сообщения, выведем нормальную HTML страничку. Для этого я в директории template создам новый файл, назову его index.ejs. Расширение у файла EGS, потому что шаблонка EGS. Так обычно делают. Сам шаблон представляет собой HTML, плюс дополнительно можно использовать такие специальные разделители, для того, чтобы вставлять, например, код, или вставлять переменные. Более подробно можно посмотреть документацию. Вот здесь она находится. И вот тут есть. Вот так вот можно вставлять. Вот так вот. Например, если говорить предметно, вот такой вот код. Вот это вот означает вставка просто JavaScript кода, то есть выполнится оператор if, а вот это вот означает, со знаком равно, вставку значения переменной. А вот это вот, видите, минус вместо равно. Тоже вставка значения переменной, но здесь, если в баде какой-то небезопасный текст, например, вот скрипт, то так вот он вставится как есть, а если вот так, то он будет заменен на безопасные символы. Давайте для примера сделаем. Вот так вот. И вот так вот. Ну и, конечно же, нужно передать, собственно, переменную в шаблон. Как это сделать? Ну очень просто. res.render. Я запускаю рендеринг шаблона index и передаю туда переменные. body. И здесь, скажем, вот так вот. Что ж, проверяем. Захожу на сайт. Вот. Видите, первое body было вставлено со знаком равно, а второе со знаком defis. Что ж, у нас есть простейший сайт на экспресс, у нас есть вывод в шаблон переменных. В следующем выпуске мы еще немного поработаем с шаблонами, с frontend частью, а потом перейдем к работе с данными. Перейдем к работе сантастий катастрофе. Бухина. Да.